Раннее воскресное утро началось для 70 активных севастопольцев с подготовки к забегу. Участники разных возрастов и уровней подготовки собрались на благотворительные ярмарки спортивных достижений на набережной Парка Победы. Праздник организовала инициативная группа «Тянись за мной». Сколько я являюсь приверженной к здоровому образу жизни, для меня важно, чтобы в городе Севастополь было как можно больше людей здоровых, активных, позитивных. И поэтому решили сделать такое мероприятие. Забег на две дистанции, на два километра и на шесть километров. То есть участники разные по возможностям физическим пробегали, и детки в том числе. Акцию затеяли не просто так. Цель организаторов – помочь в развитии скалодрому «Маяк». В этом центре занимаются особые дети. Средства, собранные во время ярмарки, помогут улучшить оснащение скалодрома и количество бесплатных мест для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в «Маяке» тренируются около 40 человек. Это люди с разными ментальными нарушениями, с отклонением развития. Дети ДЦП. В прошлый раз у нас были еще незрячие и были с потерей слуха. Такие дети разные, абсолютно разные. Все они разные, но сейчас со мной, вот дети ДЦП, у меня отдельная группа, у них просто они сами между собой. Там семь человек есть, семь детишек, и основные группы уже дети с ментальными нарушениями. Инициативная группа, я даже не знал, они говорят, мы хотим собрать вам деньги. Вот мы будем делать такой марафончик, будете участвовать. Я участвую. Еще раз, друзья. 70 участников успешно преодолели дистанции. Многие из них занимаются легкой атлетикой регулярно и участвуют во всех городских марафонах. Проводить благотворительные забеги в Севастополе команда «Тянись за мной» планирует и дальше. Именно команда «Тянись за мной» мы это делаем в первый раз. Прошли довольно большой путь от подачи документов в составлении положения до сегодняшнего дня самого мероприятия. Я бы хотела, чтобы это мероприятие стало ежегодным. И будем планировать, чтобы в течение года как минимум четыре было таких больших мероприятий спортивных. В продолжении праздника прошли мастер-классы, танцевальный флешмоб и розыгрыш сертификатов от партнеров акции. А спортсмены города провели показательные выступления. Валерия Солдатенкова, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.